Валера Валера Спортивные машины, элитные клубы, шикарные фотомодели. В общем, все как у людей. Праздник каждый день. Знаю отличное местечко, с которым открывается потрясающая панорама столицы. Мы в гостинице с вами едем или нет? Ну конечно, поехали! Бен, включи звук. В данный момент следственные органы приступили к поискам сына Дмитрия Петрука, Валера. Следственный комитет обвиняет господина Петрука в создании финансовой пирамиды и присвоении сотен миллионов рублей российских граждан. Насмен Петрук экстренно вылетел в Лондон, присвоив так называемую общую кассу криминальной группировки. Минувшей ночью дом Петрука подвергся разбойному нападению. В результате деятельности Петрука своих средств лишились тысячи вкладчиков. Среди них первые лица Москвы и государства. Сейчас все усилия оперативников направлены на поиски его 23-летнего сына Валерия, выпускникам ему, а также коммерческого директора. Беги! Давай, давай! Девчонки! Налетай! Сынок, никому не доверяй. Срочно. Киевский вокзал. Камера хранения 580. Код тот, что и всегда. Как истинный российский патриот, я знал, что переждать кризис лучше всего в старушке Европе. Папа, я тебя люблю. Сынок, все очень плохо. Без загранпаспорта тебе в Лондон нельзя, а в Москве оставаться опасно. Поживешь пока в местах, где я родился, с моим братом Иваном. Да, у меня есть брат. Вот его фото, знакомься. Только не верь всему, что он про меня скажет. На добрую память, брат Иван. Потерпи. Думаю, через пару недель все успокоится. Запоминай адрес. Карпаты, село Великие Вуйки. И сразу после этого, расшелены детальными голосами члены комиссии, и идут до нашего мастера Ивана. Они просто не смогут поставить низкую оценку. А если смогут? Тогда работаем план Б. Наши дети всюди ходят за членами комиссии и рвут. Рвут, пока они не сдадутся и не переоценят работу нашего Ивана. Ксаня, я хочу тебе что-то сказать. Ты что? Хочешь взорвать репетицию? Зганьбить село? Зипсувати встречу с комиссией? Да нет, я принес… Квити. Это же идея. Слушай, берите своих коллег, идите на полонину и назбирайте квитов. Будем встречать комиссию квитами. А можно, я? Дзюня, ты еще тут? Хочешь… Держи, держи, держи! У меня что-то? Держи! Старайтесь! А ну, влезь! А то зараз мы до тебя поліземо! Свободя, что ты делаешь из школы? Что тут происходит? Василь Васильевич, как хорошо, что вы вышли. А то тут какой-то черговый майдан собрался. А точнее анти-майдан. То он всех наших свиней потроил. То все наклик, то подрыв моей деловой репутации. А ты давай, залезь сюда, и я тебе еще дещо подержу. Посмотрите, чем он наших свиней нагодовал. Экстра-жигатель жира. Похудей плюс. Кілька таблеток, и все свиньи в селе, как девчата в модельном агентстве. Но теперь мы имеем единого монополиста сала в селе. Ах ты падлюк, а? Ты что, не мог свиней потравить, когда комиссия поедет? Ну, и что теперь делать? Комиссия приедет, принимает работу Ивана, а тут вот так. Треба, Василь Васильевич, скласти список всех постраждалих от этого геноцида. Я постраждал. И вы платите всем грошовую компенсацию. И только тем, кто сейчас, спокойно, без крику, пиде до свій ради и напишет заяву. До, какого дела? Одинадцатого. До дванадцятої. Вперед! Один наложил! Пиденько записыватись! Пиденько! Так, кто первый, кто другой. Ну что? Ну давай, залезай вон ты. Карлсон. Ивана, какая ты хорошая людина. Ты единственная людина, которая в меня верит. Я единственная людина, которая свиней в селе не держит. А для тебя маю хорошую пораду. Втекать тебе нужно села, Штавко. А может есть какой-то вариант? Есть. Для того, чтобы в селе забыли про одну подлюку, мае появиться и другая. Но ты же у нас единый и неповторный. Так что прощай, Штавко. Ну ничего. Прорвемося. Где едем? Великие буйки. Привет, хохлянтия. Привет. А ты до нас добралась. Здрасте. А у вас московский комсомолец есть? Я. А где? Что-то я не вижу. В Москве. А, супер. Смешно. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, как добраться до села великие… Э, товарищи. Э, граждане… А у вас такие все, да, все напуганы? Ну-яй-яй. Что за тела? Как они русские-то все? Дякую тебе, Боженька. Эмиграция изменяется. Господа таксисты. Кто за двадцатку отвезет до великих воек? Эй, вы куда? Хе-хе-хе. Что, турист, проблемы? Я не понимаю, что так тяжело показать дорогу до этих ваших, этих великих воек, что ли? Была бы дорога, было бы что показывать. Но у меня есть кони, я могу привезти. Чего ты вдруг решил мне помочь? Да, я вижу, ты хорош человек, и руки у тебя в золотом. Ну, с Богом. Три, четыре. Иван, ух ты мой. Ну, хоть тут без сюрпризов. В селе бардак, а у Ивана порядок. Ух ты мой. Эх. И двадцята сребна тримбита. Знов будет в великих вуйках. И снова благодаря Ивану. Так, хлопці, не наврочте. Точно. Иване, а может я трошки щось подробить, а? То не, это я так. Я хвилююсь. В этом году за первое место дают телевизор на 82 дюйми. Ха-ха-ха-ха. Та наши нам ті дюйми, як до найближчого села з телебаченням сто кілометрів. Ха-ха-ха-ха. Ну то и что. А ми повісимо телевизор в нашому клубі. И приліпимо портрет Шевченка. Уявляйте? Только в нашому клубі Шевченка 82 дюйми. Музыка Ой, я тут подумав. Таку роботу і не обмити. Запрошую всіх до себе. А Марійка? А шо Марійка? Я в своїй хаті, сам собі голова. Пішли. Музыка Знаєш як москалі називають нашу карпатську тримбіто? Позорная труба! А у вас є анекдоти не про москалі? Брррррррр! Я не зрозуміла, чим встали? А віз закінчился? Все, звазь! Конецева станція, кої далі не їдуть. Село вон там, приїхали. Куди це ми приїхали? Я тобі дарвав до села, давай вези. Не, до села не можу. Це стратегічне село закритого типу. А ты думал, что от тебя все на автостанции текали, а? Как узнают, что я не местным привез? Так я местный. Ну, скорее этнический. Короче, дядя у меня там живет. Ну правильно. Вот это ты всем в селе так и расскажешь. А лучше в зале ни с кем не балакай. Ховайся между деревьев, пробирайся кущами. Серьезно, вот он, вот он. Вот мой дядя Ваня. Дядя Ваня, тетя Маня, улица Ленина, МХАТ. Это все там осталось. А великие вуйки там. Все. Эй! Восхалик! Ах ты ж... Сын банкира. Хе-хе-хе. Найте шлях трапочный. На! Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да не так уж и страшен Карпатский лес, как о нем говорят в новостях. Цветит солнышко, поют птички, бегают зверушки. Сразу видно, сюда не ступала нога русского человека. Ах ты мой колючий. Звучит музыка. Дай Бог здоровья. У-у-у! 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 Дай Бог здоровья! Чё дать? Не понял. Вы что, ребята, сказали турист? Это же Москаль. Точно. Москаль. Я не Москаль. Я заблудился. Ой, ты не заблудился. Ты знайшовся. Ну, как там погодка в Воронеже? Да я не в курсе. Я из Москвы. Я не знаю, за что это нам, но все одно спасибо тебе, Боже. Я понял. Вы цветочки продаете. Ну и что? И почему нынче цветочки, я беру все. У меня я краша иду. Бодя, а что это происходит? Ты уже с понедельника начинаешь заливаться. Да ты что, Марийка? Ты знаешь, какой сегодня день? Если бы ты видела, что Иван заместировал для конкурса, ой, сребная тримбита у нас в руках. А я вижу горилку у вас в руках. Это все через тебя. Такий стіл, что грех не выпить. За Марийку, прекрасную женщину и чудовую господарку. Видишь, Марийка, сам голова до тебя пришел, такие слова про тебя говорить, чарку за тебя поднимает, а ты не рада. От женися, Иван, я подивлюсь, как твоя дружина будет радиться этим горилкам вашим и словам. Да ты что, Марийка? Ну не можно ж так. А что? Велика тятя. Он же здоровый, как мала дитина. 25 лет уже сохнет по тому, что не вернути. Вместо того, чтобы жениться, все сверлишь и пиляешь, пиляешь и пиляешь. Не на бридле, Иван? Ты он, Бодю, уже 20 лет сверлишь и пиляешь. Не на бридле тебе? Продолжение следует... Добрый день, бачите? Мускаляв пеймали. У меня дядя здесь живет, не слушайте их. Мускаляв пеймали! О, отправил за квитами нормальных людей, а повернулося три рецидивиста. Приятного апетита. Розвяжите людину, не позорьтесь. Так, ми думали комісію здивувати. Чим? Розгулом бандитизму в великих вуйках? Так, ми хотіли показати комісію, як ми з цим тітушкою розбираємо. Дружньо, під музику. Під музику то файно, але неблагородно. Хлопці, вас же троє, а він один. Давайте ми його залишимо, приручимо, розведемо багато мускаликів і будемо бити. Ну, щоб на всіх височило. Извините, а можна мені слово сказати? Сідай. Я просто хотів вам об'ясніть, за чим я приїхав в вашу маленьку війку. А може не будемо чекати комісію? Ну, дайте сказати. Родственника я іщу. Так, дядьку своєго. І він тут живе. Чого в ржоті? Гарний анекдот. Треба сьогодні хлопцям розказати. У мене фотографія є. Оце сонце сьогодні пече, а? Родичко до нього живе. Ще трохи і скаже, що наш сельмах – це гум. Що? Ваня, що це? Дяде? Мій дядя – один із цих гуцулов? Папа, забери мені відсюду.